История создания государства Объединенной Арабской Эмираты. Урок 1, часть 2. Бедуины, караваны, пустыня. В то время, как мир развивался, местные жители в основном проживали в пустыне и вели торговлю с помощью караванов и верблюдов. Бедуины выживали как могли, и никому в стремительно развивающемся мире до них не было дела. Они страдали от очень высокой температуры, их мучила жажда, они ели очень простую, скудную, однообразную пищу. Бедуины не имели практически никаких образовательных учреждений, отсутствовала система здравоохранения, продолжительность жизни была очень короткой. В эти времена Дубай был небольшой деревней, где высота домов не превышала два этажа. Помогала выживать арабам торговля жемчугом. Именно торговля жемчугом занимала львиную долю в экономике Эмиратов, составляя примерно 95% от всех поступлений в казну. Дубай называли жемчужным берегом. Но только ныряльщики за жемчугом знают, каких усилий стоило его добыть. Опасность быть съеденными хищными рыбами в Персидском заливе, морская соль, разъедавшая глаза, перепады давления – все это отражалось на здоровье ныряльщика, приводило к глухоте и слепоте. Жизнь ныряльщика за жемчугом была недолгой, а профессия переходила из поколения в поколение. Две мировые войны, кризис 1929 года и появление синтетического японского жемчуга нанесли серьезный урон индустрии производства жемчуга в Объединенных Арабских Эмиратах. Субтитры создавал DimaTorzok